Неужели попасть к врачу теперь будет еще сложнее? Такой вопрос возникает у тех, кто узнал, что с 1 сентября в Алтайском крае поменяют систему записи к докторам по интернету. Так что изменится и почему это делается? Эти вопросы адресуем сегодня Андрею Рыбакову, заместителю директора Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Все привыкли, что записаться к специалистам поликлиник можно через сайт медрегистратура 22. Не будем говорить, что он тоже не всегда был гарантией успешной записи. И все-таки, почему схему эту решили поменять и каким теперь должен быть алгоритм действий? На самом деле для населения алгоритм не сильно меняется для жителей. Здесь надо понимать, что портал государственных услуг развивается с 2010 года. И государство все больше и больше услуг, предоставляемых гражданам, переводит в электронный вид. Сегодня портал государственных услуг помимо записи предоставляет множество других сервисов части здравоохранения. Это и выбор страховой медицинской организации, возможность получения полиса обязательного медицинского страхования, получения справок о стоимости оказанных медицинских услуг. И логичным развитием появляется возможность именно записи с портала госуслуг. А почему именно сейчас такая необходимость возникла? Ну, раньше же записывались через этот сайт медрегистратура 22. И вроде бы записывались, и вроде бы работал. Ну, здесь речь идет о том, что там человек может получить весь комплекс услуг. И логично эти вещи централизовать, сделать в одном месте, чтобы человек не ходил по разным сайтам, по разным порталам, а получал все государственные услуги в одном месте. Именно с этим связан переход на получение данной услуги именно с портала госуслуг. То есть где-то уже у нас в России именно так записываются пациенты? Конечно. И сейчас и в Алтайском крае можно помимо регионального портала медрег 22 получить эту услугу на госуслугах. Но мы говорим о том, что с 1 сентября у нас можно будет записаться к врачу по интернету только через сайт госуслуги. Да, мы говорим о том, что помимо сохраняемых привычных всем способов записи, это регистратура, телефонный звонок, в кубцентр, в поликлинике, да. Вот мы, скажем так, выключаем региональный портал, выключаем мобильные приложения регионального портала и запись будет возможна только с использованием портала госуслуг. Получается, что сейчас абсолютно все жители края Барнаула, но я имею ввиду взрослых людей, должны зарегистрироваться на сайте госуслуги. Ну потому что, я думаю, очень многие там не зарегистрированы. Да, на самом деле для получения данной услуги необходимо не просто зарегистрироваться на портале, а подтвердить учетную запись. Это каким образом необходимо сделать? Это можно сделать в центрах подтверждения личности, ну в случае районов это администрации, администрации районные, МФЦ, то есть у нас это предоставляют ЗАГСы, то есть достаточно широкий круг. Нет, ну вот смотрите, просто мне хотелось бы прямо алгоритм действий. Да, я вот, допустим, человек, который хочет зарегистрироваться на сайте госуслуг. Как, что я должна сделать? В какой раздел там зайти? Я захожу на главную страницу портала госуслуги, нажимая в случае, ну если у меня нет регистрации, я выбираю пункт зарегистрироваться, ввожу минимальный набор данных, там сейчас регистрация достаточно простая по сравнению с первыми его версиями. А то есть сейчас попроще стало? Да, то есть там сейчас регистрация достаточно простая, там необходимо внести минимум сведений о себе. Вот, после чего я с паспортом обращаюсь в пункт подтверждения личности, специалист там проверяет мои сведения, ставит отметку о том, что да, это действительно я, после чего мне доступен весь спектр услуг, предоставляемых государственному в электронном виде. А насколько быстро необходимо зарегистрироваться, если уже с первого сентября можно записаться только через интернет, через госуслуги? Ну, логичный ответ, что до первого сентября, если вы хотите воспользоваться записью. Нет ли такого, что надо за месяц, чтобы все были данные, там за неделю? Нет, нет, нет. То есть до первого сентября необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, внести сведения о себе, ну то есть для получения услуги записи на прием к врачу необходимо ввести сведения, ну о СНИЛСе и полюсе обязательного медицинского страхования. И услуга доступна в тот же день, то есть сразу по факту регистрации и подтверждения личности. Но желательно это все-таки сделать побыстрее, я так понимаю, да? Ну, конечно, это нужно сделать заранее для того, чтобы потом не возникало каких-то проблем и вопросов. А если проблемы, вопросы возникнут, то как? Куда обращаться? Ну, здесь в любом случае мы сохраняем наш портал. Вот этот медрегистратура 22. Да, мы его сохраняем, но сохраняем, с него будет переадресация на госуслуги, идти для записи на прием к врачу. Там указаны контактные данные в случае возникновения вопросов. Специалисты нашего контакт-центра будут готовы на них ответить. Ну, я думаю, что все-таки вопросов очень много будет у пожилых людей. Как им зарегистрироваться? Кто-то может им помочь или кто-то за них может зарегистрироваться на этом сайте госуслуг? Как им пользоваться? Потому что все-таки они немножечко с этим незнакомы. Здесь, наверное, оно всегда так было, то есть, ну, людям более пожилого возраста помогают дети, более молодые там родственники какие-то при первоначальной регистрации, но все-таки личность придется подтвердить самостоятельно. То есть, обратившись с паспортом, конечно. Самому это все-таки придется сделать. А что касается детей, там же и детей необходимо записывать. В случае, ну, портал госуслуги предоставляет возможность записи не только себя, но и другого гражданина. Вот, то есть, есть функционал, позволяющий записать как себя при внесении сведений, так и записать другого человека. То есть, ты когда хочешь записаться к какому-то специалисту, да, например, ну, к УЗИК-специалисту, да, то я сама могу и могу члена своей семьи записать? Можете записать, да, члена своей семьи. В случае детей, если внести сведения о ребенке, ну, в личном кабинете на портале, то здесь даже вносить сведения дополнительные не потребуется. Вы просто будете записывать ребенка как представителя закона. Если внести, ну, там в любом случае надо вносить. Вы вносите сведения о себе, да, ну, о ребенке, это как бы каждый по желанию вносит сведения, но если вы их внесете, то дополнительные сведения о нем вносить не нужно будет. А бывает такое, что сайт госуслуги не работает? Что делать, например, в таком случае? Потому что у меня вот, ну, например, было на моем опыте такое, что мне хотелось там зайти в какой-то раздел, посмотреть налоги, может быть, или там по штрафам что-то, пошлинам. Нет, ну, в данном случае, ну, в последнее время это достаточно редко происходит, к счастью. Вот, но в данном случае, то есть, либо дождаться, когда он начать работать, либо записаться, ну, другими доступными способами, это по телефону, через регистратор, либо через регистратору. Сейчас уже в каком-то тестовом режиме работает сайт, ну, то есть записи? Возможность записи с госуслуг работает уже более двух лет, просто здесь, ну, есть привычка у граждан пользоваться региональным порталом, и не более того. А люди активно пользуются, вот, в течение, вы говорите, двух лет? Ну, за полгода у нас чуть больше 22 тысяч человек записалось именно с использованием госуслуг. Это много, по-вашему? Нет, это, конечно, немного, но все же эти люди есть, и возможность такая имеется. Если удалось, к примеру, да, записаться, необходимо ли распечатывать документ, распечатывать талон, чтобы принести его к врачу, а то, может быть, скажут, вот, у вас бумажки нет, и до свидания. Нет, ни в коем случае этого делать не нужно, если вы записались в электронном виде, достаточно прийти к назначенному времени к кабинету врача, информацию о вашей записи у него уже есть. А можно ли, вот вы, правда, уже сказали, можно ли будет людям записаться, как это было раньше, позвонив по телефону, или рано утром, когда человек пришел в регистратуру, и что, по-вашему, будет правильнее и эффективнее и быстрее? Ну, здесь все относятся к электронным услугам по-разному, в отношении меня так мне удобнее пользоваться электронными услугами. Ну, потому что вы постоянно этим занимаетесь, конечно, вы профи в этой сфере. Необходимости стоять в очередях, да, то есть, которые возникают как раз потому, что люди приходят, там, занимают очередь заранее. Зачем, когда, ну, я точно так же записываюсь с использованием гососкога. Поэтому, ну, какой-то особой необходимости, вот, ходить я не вижу, но мы сохраняем это, потому что, ну... Ну, будет какой-то приоритет, вот, интернет-записи или нет? Ну, на самом деле нет, это равнозначные способы записи для человека. То есть, и здесь, ну, вот это и право выбора каждого. Я так понимаю, что пожилые люди все-таки предпочтут ходить, наверное... Вы знаете, везде по-разному. Много ходит, да, но достаточное количество людей вот в сельской местности записываются, на самом деле, с использованием электронных сервисов. А в Барнауле у нас какой процент? Ну, не готов сейчас сказать. А какие лично вы видите плюсы в новой схеме записи и какие минусы? Потому что, наверняка, же минусы тоже есть. Ну, на самом деле, принципиально, схема записи не меняется. То есть, меняется, ну, внешняя оболочка этой записи, да, в виде портала. Вот. Из плюсов вижу то, что, ну, помимо тех услуг, которые есть на региональном портале, а здесь все-таки первоочередная, это записный прием к врачу, и она всегда развивалась. Регистрация дает мне возможность получения всего спектра услуг, а он на сегодня достаточно широкий. Давайте еще расскажем, какой там спектр услуг люди могут получить. Ну, с точки зрения именно здравоохранения, то есть, перечень услуг очень широкий. Это, ну, стандартно записный прием к врачу. Выбор страховой медицинской организации, возможность получения полиса обязательного медицинского страхования. Тоже на год через госуслуги, да? Конечно, через государственные услуги. И в следующем году, ну, точнее, к концу этого года мы запустим сервис записи на диспансеризацию населения. Вот, именно тоже с использованием госуслуг. Ну, и ряд других сервисов, которыми люди редко пользуются в здравоохранении, вроде получения справки о стоимости, оказанных медицинских услуг и подобных. Вот, это только здравоохранение. Ну, и плюс другие ведомства, то есть, там очень много услуг. Ну, а минусы? Минусы, ну, о них всегда сложно говорить. Среди минусов, наверное, ну, первое. На первое время будет некое неудобство в связи со сменой красоты и внешней оболочки, внешнего интерфейса. Здесь дело даже не в регистрации, а в привычке людей. То есть, все равно сам алгоритм, сама схема, представленная на госуслугах, она, конечно же, отличается от регионального портала. Вот, и здесь, ну, для граждан будет неудобство в части просто, ну, просто по-другому. Тот же самый процесс, просто немножко другой дорогой. Вот. Ну, один из минусов вы назвали, да, это уже редкие периоды неразбоспособности сайта. Ну, они, как правило, вот в утреннее время. Кстати, а, в утреннее время бывает. Да, это как правило. Ну, что делать? В медрегистратуру 22 тогда заходить, если сайт в другой госуслуге не работает? А записаться надо срочно. Если сайт госуслуги не работает, то здесь мы пользуемся альтернативными способами. Это либо регистратура, либо колл-центр. Ну, звонок по телефону. Ну, а если он не работает там в течение двух-трех дней, то... Нет, такого не бывает. Такого сейчас не бывает. Нет, такого не бывает. То есть, это утренние часы в связи с какими-то техническими работами. Ну, они достаточно редкие. То есть, в течение года один-два раза максимум. Мы еще раз сейчас напоминаем, что с 1 сентября через интернет можно записаться к врачу только через сайт госуслуги. И поэтому сейчас необходимо уже всем, кто там не зарегистрирован, на этом сайте зарегистрироваться. В том числе, это молодые люди, пожилые, и они должны подтвердить, что это именно они. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Андреем Рыбаковым, заместителем директора Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра.